Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня с вами, дорогие друзья, научимся играть басовую партию песни группы кино «Последний герой». Известнейшая культовая песня, которая в свое время повлияла на огромное количество людей, вдохновляла не только музыкантов, но и простых слушателей, не только у нас. До сих пор остается актуальной, затрагивает тему человека, который пытается быть с собой, несмотря на какое-то общественное непонимание окружающих, давление и так далее. Вот такая социальная песня. Что касается басовой партии, она довольно простая, ни сегодня никаких заоблачных слэпов, каких-то техник не будет, но при этом это не значит, что она плохая и не значит, что ее прям легко играть. Песня отлично подойдет для новичков, я всегда говорил, что группа кино супер подойдет, если вы, например, купили бас-гитару своей мечты, принесли домой и думаете, с чего бы начать учиться-то, с чего бы поиграть. Вот группа кино отлично для этого подходит, чтобы начать копить репертуар. Я даже, знаете, иногда ловлю себя на мысль, что какая-то зависть, зависть к новичкам, потому что им еще столько предстоит сыграть, они столько его еще не знают. Мне-то уже как бы, я это все сыграл, уже столько удовольствия не получаю. Уже, знаете, у меня инструмент, это я беру только с какой-то целью, как инструмент, знаете, как молоток берешь, гвоздь забить, то же самое здесь, вот гитару берешь, какую-то целью, что-то конкретное. Вот, и я уже как бы так не получаю удовольствия от этих простых песен, как, например, когда я только начинал. Поэтому я завидую новичкам, вам еще предстоит много сыграть, очень много узнать. Это круто на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Для этого разбора я взял песню, которая была переписана специально для сборника, который так назывался «Последний герой», выпущенный в 89-м году и содержащий в себе вот эти вот новые осмысления, новые версии, новые аранжировки старых песен группы кино. Но, естественно, с лучшим качеством, более такие понятные варианты. Если оригинал был выпущен ранее для альбома «Начальник Камчатки», и он был в таком электронном совсем звучании, то здесь уже звучание другое, более роковое, более понятное, в такое более традиционное для группы кино. И, на мой взгляд, партия лучше, естественно, качество записи лучше, и мы возьмем именно этот вариант. Как и в большинстве рок-поп песен, здесь у нас все очень квадратно, песни делятся на четкие логичные части, которые сменяют друг друга, изменяя при этом басовую партию и настроение. Здесь у нас всего 4 аккорда, которые играются на протяжении всей песни и не меняются, поэтому довольно все легко запомнить и запутаться просто негде. Значит, давайте посмотрим на гармонию. Здесь у нас первый аккорд ми, ЕМ, открытая нота ми на басу, соответственно, здесь играется, потом БМ, нота си, си минор, соответственно, берем первую ступень, нота соль у нас, соль мажор идет, мажорный аккорд и ре мажор. Вот такие вот 4 аккорда здесь. И, по сути, басовая партия в этой песне делает такую работу по склеиванию вот этих аккордов, при этом создавая пульсацию року, при этом делая движение в этой песне. В таком жанре гитара не может создать пульсацию, не может создать движение, только бас это делает. Поэтому басовая партия здесь имеет огромное значение, без басовой партии здесь ничего звучать не будет. Это такое, знаете, склеивание, такой вот монолит. Бас превращает вот эти аккорды в единое целое, звучание становится плотным, звучание становится единым. Итак, давайте посмотрим. Вступление довольно простое, открытое ми и ре. Первую ступень берем, я беру мизинцем, потому что мы здесь все будем играть компактно, правильно, в одной позиции. Дальше идет куплет. Соответственно, пульсация восьмыми. Настраиваемся сразу. Можно взять даже метроном. Я рекомендую, чтобы восьмые были ровные. Это такая роковая поп-пульсация. Можно взять метроном. Давайте посмотрим. Я заготовил метроном сразу. Допустим, небольшой темп. Ну, допустим, со 101 начнем. Вот я включаю метроном и настраиваем себя на ровные восьмые. Раз, и два, и три, и четыре, и... Вот как-то так, вот как-то так. Это надо почувствовать, понимаете? То есть ноты абсолютно одинаковые длительности. Нота в ноту переходит. Ни в коем случае там не надо их как-то играть отрывисто. Все должно быть, нота в ноту переливается. Такой горох. И восьмые играть, на самом деле, может быть сложно. Особенно, если вы новичок. Ровно восьмые. Это нужно тренироваться. Поэтому без метронома я бы не стал брать. Сначала попробуйте под метроном, потом под плюс. Значит, настроились. Под метроном. Идем дальше. Давайте с партией разберемся. Смотрите. Значит, первый аккорд ми. Мы его должны соединить с аккордом си. Ми и си два аккорда взяли. Сначала у нас ми, потом через открытую ля мы соединяем с аккордом си. Потом через открытую ля соль. И через до с аккордом ре. Вот таким вот образом. Аккорды склеены. Это куплетная часть. Она также играется на соло клавишных. Там есть тоже. Она также абсолютно играется. Далее у нас идет, естественно, припев. И здесь партия баса меняется. Так как вокал начинает двигаться вверх. И бас также подчеркивает это движение в своей аранжировке. Как бы показывая... Также аранжировку показывает, что градус песни немножко увеличивается. Соответственно, мы делаем такой скачок. На аккаву выше. Ми. Вторая ля, вторая струна. Указательным пальцем берем. Обязательно здесь. Очень важно обращать внимание на пальцы. Сейчас мы к этому вернемся. Значит, ми. Открытое ми. Соль. Си. Открытое ля. Соль. Соль два раза. И си до ре 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 ре. Обратите внимание, я играю в одной позиции. Меньше суеты. Все играется легко. Это очень важно. Особенно, если вы новичок. Я вам рекомендую настоятельно обращать внимание на аппликатуру. Потому что я посмотрел видео на ютубе. Разбор этой песни. Обычно играют новички, любители. И у них, соответственно, пальцы прыгают, крутятся, вертятся. И все это гораздо выглядит суетливо. Звучит тоже, соответственно, суетливо. И играть гораздо сложнее. На самом деле, партия простая. Тут просто надо даже не думать о пальцах, именно сердце. О сердце думать. И все. То есть душой играть. А как бы новичок, когда у него пальцы не стоят, как надо сразу. Он начинает о пальцах думать. Вот это начинает суета. Все. Не так. Вот это все какое-то непонятное. Соответственно, здесь все в одной позиции. Вся песня. И, соответственно, это гораздо проще. И пальцы у вас сразу встанут на свое место. Это почти в любой песне. Вот эта концепция подходит. Аппликатуры. Минимальное количество движений. Все гораздо проще играется. Соответственно, здесь все играется, именно припев, в одной позиции. Соответственно, так мы играем три такта. Но в конце припева вокал возвращается вниз опять. И мы играем опять нашу из куплета партию. Начинаем с ми, с низкой. Вот таким вот образом. Это последняя часть припева. Играется так же, как куплет. Потому что вокал возвращается вниз. Вот это был у нас, соответственно, припев. Вот, наконец-то, мы подошли к завершающей части. В конце играется рифф. Условно нужно быть кодой. Тут другая пульсация. Ритмическая ритм меняется. Это такие синкопы. Мы уходим с восьмых ровных. Смотрите. Играется два аккорда. Ми и Си здесь. Соответственно, вторая струкна. Ми. Квинта. Ми, Си. Ми, Соль. Ми, Си. Ми, Соль. И опять Си. Внизу теперь. Ми, Си. Ми, Соль. Си. До. Ре. Ми, Си. Ми, Соль. Си. И еще раз. И возвращаемся в Ми. Довольно классический вариант. Завершение. Здесь играется такой синкопированный рифф. Обратите внимание, что я все играл в одной позиции. Никаких скачков. Никаких там дерганий нервных. Все играется максимально аккуратно. В одной аппликатуре. У каждой ноты есть свой палец, который за эту ноту отвечает. Но, ребят. Домашнее задание. Попробуйте найти эту запись. Соответственно. И поиграть те части, которые я показал сегодня. Там у нас вступление. Куплет, припев. И вот это кода. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Не буду долго затягивать. Все по существу, как говорится. Не забывайте подписываться на канал. Это важно. Колокольчик ставить. Все-таки для вас стараюсь. Не просто так. Вот. Почитал комментарии. Много пишет. Надо групп кино. Групп кино. Разбираю. Для вас давно не было. Пожалуйста. Как говорится. Партии интересные. Несложные. Вдохновляющие. Ностальгирующие. Пожалуйста. Поностальгировать в конце концов. Плохо разве. Вот так. Значит. Комментарии. Пишите там. Три-четыре слова. Как хотите. Подписывайтесь. Колокольчик. Проходите. Телеграм. ВК. Бусти. Все мои странички. Там много всего есть интересного. На Бусти. Кстати. Того, что здесь нету. Довольно много. Заходите. Обязательно. Следите. И телеграм. Кстати. Тоже есть. Не забывайте. Там я что-то пущу. Какие-то фотки. И так далее. Что-то иногда бывает. На музыкальной теме. Все. Друзья. Надеюсь. Видео было полезно. Надеюсь. Вы прокачаете этот скилл сегодня. Всем пока.